В возрасте 66 лет в США скончался легендарный американский профессиональный боксер Марвин Хаглер, становившийся абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на пост его супруги в Facebook. Мне очень жаль сообщать вам эту грустную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно скончался в своем доме в Нью-Гэмшире, США. «Наша семья просит вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время», — гласит пост супруги в социальной сети. Чемпионом мира IBF в среднем весе 1983-1987. Боец года, по версии журнала The Ring, 1983-1985 годы. Член Международного зала славы бокса Ипхов с 1993 года. Член Мирового зала славы бокса в Пхов с 1992 года. Спортивный комментатор Мюррей Уокер, известный как «Голос Формулы-1», скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает BRDC. «Мы с большой печалью делимся новостью о кончине ассоциированного члена BRDC Мюррей Уокера ОП. Он друг, настоящая легенда автоспорта, любимый комментатор нации и обладатель заразительной улыбки», — говорится в сообщении британского клуба гонщиков. Мюррей комментировал автогонки для BBC в период с 1976 по 1996 годы, а затем продолжил свою карьеру, став «Голосом ITV», для которого проработал вплоть до 2001 года. Свой первый гран-при Уокер прокомментировал еще в 1949 году, а в 1996 году он стал обладателем престижной награды за заслуги перед радиовещанием и автоспортом. Он вырос в окружении автоспорта и комментаторов. Отец Мюррея, Грэхэм Уокер, был успешным мотоспортсменом, который также был спортивным комментатором на ВВС. Сам британский «Голос Формулы-1» также пробовал свои силы на мотоцикле, однако вскоре отказался от него в пользу микрофона. Как и его коллега Дэвид Коулман, Уокер стал известен благодаря оплошностям в эфире, которые получили наименование Муррейсмс. В Казани скончалась народная артистка РФ и Татарстана Нажиба Ихсанова. Ей было 83 года. О смерти актрисы сообщил Татарский государственный академический театр имени Голиасгара Камала, в котором актриса служила с 1961 года. Сегодня скончалась народная артистка России и Татарстана Ихсанова Нажиба Гимаевна, говорится в сообщении. Коллектив театр выразил соболезнования родным и близким Ихсановой. Также соболезнования выразил глава Татарстана Рустам Миниханов. Он отметил, что артистка внесла огромный вклад в развитие национального театрального искусства татарского народа. Прощание с Ихсановой состоится 15 марта на площади перед ее родным театром. Нажиба Ихсанова родилась 25 января 1938 года в Ознакаевском районе Татарстана. В 1961 году она закончила театральное училище имени Щепкина и в том же году была принята в труппу театра имени Камала. Умер южноафриканский актер Клифф Саймон. Об этом сообщает издание Deadline. Известный по сериалам «Звездные врата», ЗВ-1 и детектив Нэш Бриджес «Артист» скончался 9 марта на одном из пляжей Лос-Анджелеса. По словам его жены, которая разместила сообщение о смерти супруга в Facebook, Саймон погиб, занимаясь кайтбордингом. В публикации, адресованной друзьям, семье и фанатам актера, вдова Саймона написала. Единственное утешение в этой трагедии в том, что он ушел из жизни, занимаясь любимым делом. Ему было 58 лет. Клифф Саймон начал свою актерскую карьеру в парижском театре Мулен Руш в 1989 году. Позже он переехал в Лос-Анджелес, где сыграл в шоу «Детектив Нэш Бриджес». Вскоре он получил роль злодея Баала в научно-фантастическом сериале «Звездные врата» ЗВ-1. Его персонаж пользовался большой популярностью у фанатов проекта. Он также предстал в этом образе в полнометражном фильме «Звездные врата» Континуум в 2008 году. Известный узбекский режиссер и сценарист Бахрам Якубов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в Узбекина. Команда Узбекина выражает глубокие соболезнования родным и близким кинорежиссера, говорится в публикации. Бахрам Якубов родился 1 апреля 1961 года в Ташкенте. Выпускник актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института имени Островского. В числе его работ такие фильмы, как «Сорвенос», «Ичкуев», «Фатима из Ухра», «Зумрат и Кемат», «Зирабча», «Изьян», «О», «Марьям Марьям», «Колючка», «Сагдиана» и другие. Эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов умер в возрасте 83 лет. Об этом на странице ВКонтакте написал представитель москонцерта Валерий Корм. Причина смерти не уточняется. Супруга Рахимова, советская и российская певица Алла Ёшкой умерла 30 января. Рахимов родился в Узбекистане в 1937 году. Его мать была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы. После переезда в столицу он поступил в Московский энергетический институт. С будущей супругой Аллой Ёшкой Рахимов познакомился в 1960 году. С 1963 года они начали профессиональную эстрадную деятельность. В 1979 года пара хотела уехать в Израиль для лечения Ёшпы, однако их не выпустили страны. Кроме того им запретили выступать на сцене. В конце 1980-х годов артисты возобновили концертную деятельность. В 2002 году ему и Ёшке присвоили звание народных артистов России.